Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами приготовим торт красный бархат. Если интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. Все ингредиенты я вам оставлю под роликом в описании. Торт по вкусу очень нежный и легок в приготовлении, поэтому дерзайте, и ваша семья будет очень довольна. И для начала смешиваем муку, соль, сахар и какао в миске. Далее я взбиваю сливочное масло. Масло нужно заранее достать из холодильника и дать согреться при комнатной температуре. На масле должен оставаться легкий след от пальца, но в то же время оно не должно быть сильно теплым. Немного взбиваю масло и добавляю к нему сахарную пудру. Сахарную пудру я добавляю частя, но вы можете сразу все количество добавить к маслу. Далее в несколько приемов добавляю растительное масло. По одному вводим куриные яйца. Лучше всего брать большие. Каждый раз хорошо прорабатываем миксером до полной однородности. Вливаем ванильный экстракт. И еще раз прорабатываем миксером. Далее добавляем краситель. Цвет должен получиться ярко-красным. В последнюю очередь вмешиваем в тесто мучную смесь, которую мы сделали в самом начале, и кефир. Вмешиваем в 3-4 приема переменно. Сначала мучную смесь, затем кефир. Следом снова мучную смесь и кефир. И нужно обязательно добавить в последнюю порцию кефира уксус. Вот такое тесто у нас должно получиться. Далее тесто я делю на 3 коржа и желательно его делить на веса, чтобы коржи получились ровными. В каждую форму выкладываем примерно 350 грамм теста. Затем хорошо выравниваем тесто в самой форме, чтобы оно выпеклось как можно ровнее. Выпекаем коржи в предварительно разогретой духовке до 170 градусов. Пекутся коржи примерно 30-35 минут, но вы смотрите по своей духовке, потому что каждая духовка работает немного по-разному. Готовность коржа определяю при помощи деревянной палочки. Из центра коржа она должна выходить чистой, без следов теста. У меня получилось 3 коржа, оставляю их остыть. Когда коржи полностью остыли, я каждый корж завернула в пищевую пленку и брала на ночь в холодильник. Наступило утро, продолжаю приготовление торта. Готовлю крем. Чтобы сливки хорошо взбились, лучше всего взбивать в холодной посуде, которую я предварительно поставила тоже в холодильник. Сливки взбиваю с сахарной пудрой до устойчивого состояния. Сливки нужно брать для этого крема 33-35% жирности. Далее слегка взбиваю сливочный сыр и постепенно в него добавляю взбитые сливки. Аккуратно прорабатываю миксером до однородности. Далее слегка взбиваю сливки. После того, как крем готов, я приступаю к работе с коржами. Каждый корж я подравниваю немного, срезаю шапочку и эти обрезки не выбрасываю. Далее я их буду использовать для украшения торта. Ну вот и все. Начинаю собирать торт. Выкладываю корж и на корж кладу чуть больше четверти подготовленного крема. И равномерно распределяю. Следом идет второй корж и на второй корж тоже выкладываю крем. Опять равномерно распределяю. То же самое я делаю и с третьим коржом. Субтитры сделал DimaTorzok Далее я приступаю к бокам торта. При помощи ложки равномерно по бокам распределяю весь оставшийся крем. И поверхность торта также выравниваю. В этот раз я решила немного проэкспериментировать с украшением торта. При помощи маленькой ложечки я делаю небольшие вдавливания с самого верха. Вот что у меня в итоге получается. Все делаю в роддомном порядке. Обрезки разминаю в крошку и просыпаю бока торта. Ну вот наш тортик готов. Торт очень нарядный. Сочетание цветов белого и красного действительно всегда смотрится празднично. Ну а сам торт он очень нежный, он вкусный и мягкий. Вот так наш тортик выглядит в разрезе. Мне очень нравится. Напишите как вам. Если ролик понравился, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии. Ну а мы скоро с вами вновь увидимся. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok